друзья я съехал еще на одну такую дорогу она еще уже получается видите здесь даже уже нет разделительной полосы ну как чтобы сделать реверс какой-то а тут получается как бы вот так от вити если будет встречный автомобиль придется мне как-то выжиматься к обочине прижиматься чтобы разъехаться да и все но так в целом конечно интересно интересно но если бы то зимой было я тут конечно страшился сюда ехать потому что вот эти подъемы где-то скользко снегопад гололед конечно я боялся даже ехать сюда а так сейчас на легке раз пустым это 2 солнечная летняя погода 3 почему бы не полюбоваться красотами вот главное чтоб не было где-то сюрпризов вот все что это ширина вернее проезжать это вот проехаться и высота чтобы ничего не зацепить вот такие моменты про тоннажность я уже молчу потому что реально вот смотрите здесь как давайте опущу я кость наверно зигзаги вот представляете когда здесь гололед снегопад выпал и как вот я сейчас в данном случае пустым то на тягачи вот на на там где ведущая ось там нагрузки как бы такой нету и начинается будет пробуксовка то есть как бы ну в идеале нужно было пригрузить конечно но чем-то грузом чтобы сопротивление какой-то ну а если скользко ну лёд но что ты сделаешь то не как ничего и вот здесь как раз в таких местах вот видят полный привод вот справа и suzuki слева там я сейчас что-то рено даст дастер или дустр или как там про не читается вот такие полноприводные джипики такие вот востребованы круто круто конечно да задом если чё-то сдавать как здесь понервничать можно реально такой вот машиной сюда ехать я считаю это вообще-то такой это экстрим экстрим вождение друзья вот и встречный пассажир благо здесь видите как широко ну как относительно широко тех узких участков которые мы отъехали только что на зигзагах и мы уже поднялись на тысячу высота высота вот тысяча метров так что здесь здесь надо брать с с таким запасом ухты вот видите вот эти сюрпризы это прошел но вы знаете так узенько очень то есть ну там где-то все сантиметров по 40 это от края и здесь вот так да но зато панорама отсюда просматривается классно а мы еще идем вверх как пословица на умный гору не пойдет он ее возьмет и обойдет вот здесь бы еще конечно встретить живность таких как косули там может какие-то олени там или что там может быть там ось я не знаю нет нося не хочу потому что он может быть с рогами не дай бог это самое таких поменьше можно и повстречать так слегонца их поприветствовать так а справа вниз клон классный крутой такой обрывы но ведь и дорога тоже от местами где-то вот крошится так да ну немного там под подлатывают подремонтируют но в целом же швите таких ям колдобин таких нету вот здесь даже на ливневка есть ладно едем дальше друзья друзья но как будет мы такой порог прошли где-то 1180 метров над уровнем но вот теперь потихонечку спускаемся ну ладно я а Играет музыка. Да, интересно, красиво. Вот сейчас бы фотографию такую сделать бы. Как раз и солнышко там на склоне. Видите, здесь только траву, мне кажется, садят. Для крупного рогатого скота. Машина. Надо разъехать. А, вот туда. Ну, отлично уже. Видите, старые. Вот сарай даже. Вот такой травник. Ну, вот видите, справа вот эти вот тоже самое сено собрано в тюках. Запаковано в таких. И оно сохраняется хорошо. И не боясь ни холода. Ну, как, не то, что холода, а влаги не боится. Герметично. Спрессовано очень. Да, интересно. Ладно, едем дальше, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!